всем привет блендер 281 и в этом ролике давайте поменяем мимику вот этому гражданину типа аид потом рассмотрим как этому аиду поменять мимику уже в the brush два ролика в одном совместим погнали так имеем вот такого аида нажимаем на него левой кнопкой мыши я сейчас включу опять же видимость клавиш которые нажимаю вот так вот на n панели клавиша n не забываем от панели заходим вот в эту функцию именно object date properties находим шейки и добавляем ключи basic key 1 верху не забываем переключиться на шарп и включить вот эту функцию так теперь заходим жмем табуляция включена у нас именно вершины нажимаем на одну вершину на любую можно здесь можно вот здесь без разницы смотрите по персонажу по своему и включаем move вот так все это делаем так не работает сейчас подкорректируем вот так теперь включилась работает вы видите что большое площадь берется когда вы зажали левую кнопку мыши можно колесиком уменьшить именно размер вот этой кисти и будете вытягивать от малую площадь вот там где-то подняли можно здесь вот перед приподнять если вам нужно большую площадь нажимайте на стрелку и крутите колесико уже изменяется большая площадь поднимается словом вот так ну и давайте нижнюю губу тоже немножко приподнимем вот такое что-то получается так следом поднимем уши но уже уменьшим кисть вот так вот вот это ухо приподнимем и поднимем вот это ухо вот так ну и немножко вот эти кисточки тоже можно повыше вот так вот раз вот так вот как-то в разнобой поднять ну и теперь табуляцию нажимаем и смотрим что у нас получилось вот есть здесь вал полозок вот вы его вертите сейчас я поближе поставлю и получается вот так вы его прибавляете вот это все нижняя часть приподнимается если вы что-то захотите изменить заходите опять в табуляцию и вот допустим я хочу еще подбородок приподнять тут уже надо побольше кисточку так нажимаем поднимаем вот так вот где-то что-то можно немножко вперед преподать можно работать выбирать площадь это c английской c нажимаете вот нам допустим на вот этот площадь такая и здесь у тоже c нажать вот эту площадь выбрать а эту можно стереть или используем клавишу b вот так все это дело выделяем с одной стороны выделяется включим рентген снимаем выделение и теперь даже можно уже и клавишей c поработать ставим клавишу c и уже вот так выделяем подбородок смотрим как да что если это не выделить какую-то деталь то уже повторить можно если зацепили какую-то часть то нажимаете английскую c и уже зажатым колесиком вот это дело очищаете но где-то вот так пускай будет и теперь давайте все это дело немножко перекрутим вот так вот как-то чуть-чуть где-то вот так вот преподадим можно даже к верху чуть-чуть еще вот так и поднять так теперь можно рентген отключить снять выделение и посмотреть обуляция что получилось все работает все прикольно ну теперь давайте веками займемся выделяем веки добавляем опять же бейс ключи и чуть-чуть штабуляции их немножко открутим удалим и приподнимем вот так вот ну в принципе нормально обуляция смотрим что да так вот приподнялись у нас веки вот так они работают следом зрачки опять же добавляем ключи и зрачки немножко тоже наверное обуляция перекрутим приподнимем вот так вот и уведем немножко вглубь так что-то не так вот веками нужно немножко постараться так вот таким вот образом и наверное мов чтобы это все дело как-то аккуратнее ушло вглубь о немножко можно даже вниз подать вот так вот табуляция смотрим что да как все это поднялось смотрим теперь как поднялось веку ну и немножко наверное брови вот эти приподнимем добавим уже второй ключ огуляция опять же вершины мов и немножко поднимем вот эти вот счастье нос вот эту часть немножко можно опустить но опять же зажав и прибавив размер кисти вот так вот как-то где-то чуть пониже можно опустить вот так вот и вот эту часть тоже наверно припустить вот так вот смотрим что получилось вот движется лоб и вот бы еще по надуть бы вот эти щеки жмем табуляция так теперь наверное пока отключим клавиша c и тут боишься c вот так вот эту пока уберем наверное не знаю как она будет работать теперь опять же ставим мов и все это дело вот так вот аж вытягиваем и немножко приподнимаем аж вытягиваем короче вот так вот теперь тут тоже добавим наверно c вот эти вот щеки выделим и опять же мов вот это все дело вот так приподнимем и вот так вот и немножко можно даже закрутить вот таким вот образом и немножко еще повыше приподнять еще надуть вот так вот ну вот так урод уже чё говорить-то так вот это уже прикольно и граждане так ну и что давайте теперь немножко упада подкрасим так заходим вот в эту функцию Object Properties, находим Will Froth Display, и вот так вот этот будет синий. Shading, включаем Studio Object, веки тоже, наверное, чуть-чуть отдельные от цвета. Так, теперь зрачки. Так, пусть будет чёрный. Вот таким вот прикольным стал гражданин. Также можно зубы раскрасить, там ещё что-то. Ну вот. Теперь смотрим, как работает основная часть. Ух ты! Теперь на гражданина. Вот так вот. Вот он улыбается. Вот так всё работает. Это вот теперь можно использовать в анимации. Ну вот такой простой способ. Давайте теперь разберёмся, как всё это дело делается в ZBrush. Погнали! И вот уже ZBrush 2019, как происходит здесь именно изменение мимики по вот этим слоям, по ключам. Так, вот есть AID. Заходим в Layer. Добавляем новый вот этот вот слой. Вот он появился здесь. Name можно переименовать, поставить, допустим, написать AID. нажать Enter. Всё, это вот AID будет. Так, что ещё можно сделать? Alt. Левая кнопка мыши приближаем. Draft Size немножко уменьшаем. И попробуем всё это дело так, отключить и поставить вот здесь вот на запись. Всё, это дело записывается. Что можно делать? Control. Вот так вот мы это дело всё маскируем, делаем Control. и можно всё это дело приподнять с помощью BISMO. Вот так вот. Вот такая штука происходит. Теперь всё это дело REC отключаем и смотрим, что произошло. Вот так у нас поднимаются глаза. Вот таким вот образом. теперь добавляем новый слой и что можно сделать? Теперь надо вот эти веки приподнять. Мы их можем опять же замаскировать. Можем использовать модель симметричная X английскую. И вот будет симметрично всё это дело маскироваться. Control, Alt, если где-то что-то зацепили. вот так. Ну, можно побольше здесь, наверное, вот так вот лоб взять. Делаем Control и здесь ставим на запись. Ну и что можно сделать? Можно использовать кисточку допустим, MOV, MOV Topology. Сделать её побольше и немножко вот так это где-то приподнять. Вот так вот. Где-то сузить, где-то сплющить. Ну, вот таким образом всё это дело здесь можно подкорректировать. Снимаем выделение. Снимаем выделение, выключаем и смотрим, что тут как. Вот лоб у нас теперь тоже движется. Вот так его можно вниз опустить, можно вверх поднять. Вот так вот. Ну и поработаем, давайте немножко вот так вот добавим ещё один слой. Поработаем, замаскируем вот так вот уши. Замаскируем вот так вот губу. Ну и хватит. Control и отводим назад. Ставим вот здесь вот на запись. и теперь всё это дело можно немножко приподнять. Вот так вот. Снимаем маску. Control и левая кнопка мыши. Подключаем Rect. И вот так всё это дело работает. Можно сделать печального гражданина. Вот закрытым их том. Где-то потом что-то доработать. Где-то что-то добавить. И опять же с помощью Moff Topology можно здесь вот менять вот эти все детали. Добавляем опять же слой. Ставим его на запись. И попробуем вот так немножко огонь подвигать. Вот таким вот образом. отключаем запись. Смотрим, что тут да как. Вот вы видите, что и чайник, голова тоже движется. Вот так вот. Можно разный придавать вид. Где-то утягивать вбок. Где-то ещё по-другому. Ну вот. Такой вот происходит процесс. Также эти слои можно объединять. Можно использовать их включив Moff. Включив Timeline. И включив именно Show. Можно здесь уже записать их как вот они меняются. Типа мимика изменяется. Показывать не буду. Выложу под роликом уже на прошлый ролик как вот это всё делать. Посмотрите. Там уже всё рассказано. А это вроде как для стыковки Blender и The Brush. Две темы. Всё. Всем пока. До свидания.